Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Во время нашего сегодняшнего эфира пройдет акция, посвященная предстоящему Дню Победы. Ветераны могут позвонить по номеру 202-11-22 и пригласить специалистов Росреестра на дом, чтобы сдать документы на регистрацию прав. В нашей студии начальник отдела управления Росреестра по Самарской области Аделаида Волчинского, которая проконсультирует вас и ответит на вопросы. Наш телефон 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Аделаида Викторовна. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, что же это за акция, кто стал ее инициатором и, главное, что могут получить в результате ветераны? Отдавая дань уважения нашим дорогим ветеранам Великой Отечественной войны, управление Росреестра решило организовать вот такую акцию. Она, конечно, такой у нас не предусмотрена в принципе, но именно для ветеранов Великой Отечественной войны мы решили организовать вот такой выездной прием документов с целью приема документов на государственную регистрацию прав. Потому что мы все прекрасно понимаем, что ветераны Великой Отечественной войны для нас значит очень много в нашей жизни, и мы всячески готовы оказывать им поддержку и помощь. Да, но здесь вот хочу уточнить. То есть получается так, что если в обычное время, в обычные дни ветераны позвонят, вы выслать специалиста на дом, у вас такой практики нет? Нет, такой услуги нет. По направлению регистрации к любому из начальников тоже вне записи. Прием в обычный день, это по предварительной записи у начальников отделов, это среда. А в четверг мы принимали всегда ветеранов. Понятно. Скажите, пожалуйста, а типичные вопросы, проблемы, с которыми ветераны вообще обращаются в Росреестр? Какие они? Понятно, что как и у всех людей, но все-таки. Ну, конечно, наверное, к сожалению, с каждым годом таких вопросов, может быть, даже меньше, а может быть, это и к лучшему, что вопросов меньше. У нас на территории Самарской области еще с 2013 года действует постановление правительства Самарской области, которое утвердило программу государственной поддержки собственников жилья, в которой было предусмотрено улучшение жилищных условий для ветеранов Великой Отечественной войны. Эта программа действует, финансирование по этой программе осуществляется, и очень многие ветераны Великой Отечественной войны уже улучшили свои жилищные условия. То есть были приобретены недвижимые имущества, жилые помещения в собственности ветеранов. Эта программа продолжает действовать, и ветераны Великой Отечественной войны могут, участники, обратиться в администрацию для выделения им субсидий для улучшения жилищных условий. Да, и я хочу еще раз напомнить ветеранам, может быть, дети ветеранов, которые тоже смотрят программу, звоните, если вам нужна консультация, или вы хотите, чтобы специалисты Росреестра выехали на дом к ветерану для того, чтобы оказать какую-то консультацию и забрать документы, тоже, пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы. А вообще, вот вы сказали, что у ветеранов, ну понятно, что как у всех, есть свое имущество недвижимое и квартира, у кого-то дом, земельный участок. Как они могут распорядиться этим имуществом в дальнейшем? Какие вообще есть варианты? Потому что вот возникают какие-то вопросы передачи наследства, и нужно понимать, что в каких ситуациях лучше, что проще, что хуже может быть. Вот как со всем этим разобраться? Ну, конечно, в этом случае следует ориентироваться на само желание участника Великой Отечественной войны, то есть, каким образом он хочет распорядиться. А возможности нашим гражданским законодательствам все предусмотрены. Естественно, передать имущество по наследству возможно только если зарегистрировано на него право. С этого нужно начинать, чтобы... То есть, это первоначально должна быть осуществлена регистрация права собственности гражданина на конкретное жилое помещение, жилой дом, земельный участок, то, чем он хочет в последующем распорядиться. Дальше уже на усмотрение гражданина. То есть, либо это завещание можно составить у нотариуса, либо можно продать это имущество, либо подарить это имущество детям, либо заключить договор пожизненной ренты с этим имуществом. То есть, все... Варианты есть. А вот как выбрать, если посоветовать ветерану, что лучше выбрать? Вот, допустим, есть же подводные какие-то камни. Если это вариант дарения, то уже вернуть это имущество, даже если ветеран передумает или что-то случится у него, невозможно. То есть, вот это же тоже нужно знать. Конечно. Здесь, если заключается договор дарения, нужно понимать, что это безвозмездная сделка. И обратно можно вернуть это имущество в случае, если будут нарушены какие-то права самого первого собственника. То есть, самого ветерана Великой Отечественной войны. То есть, ну, это осуществляется в основном в судебном порядке. Вот. Поэтому, конечно, с дарением я была бы поаккуратнее на месте ветеранов. Но если в семье очень хорошие и добропорядочные отношения, то сделка дарения не несет за собой никаких подводных камней. Да. Но завещание тоже, наверное, это личная воля каждого, да? Тоже вот здесь нет, наверное, подводных, да? Конечно. Ветеран Великой Отечественной войны может определить в завещании тот тех лиц, которым хочет передать свое имущество. А вот вы сказали еще договор пожизненной ренты. Что это такое? Это вот часто вообще в практике случается? Я вот, например, чаще слышу завещание, понятно, да, дарение еще вот как-то дарит. Ну, договор пожизненной ренты встречается. В этом случае имущество переходит в собственность нового правообладателя. Но в этом договоре пожизненной ренты, он в обязательном порядке удостоверяется только нотариально, этот договор. И в этом договоре четко прописаны условия, что ветеран продолжает проживать на этой жилой площади. Его обеспечивают, оплачивают ему в соответствии с размерами, минимальными размерами, которые у нас предусмотрены, какое-либо содержание. Это все рассчитывается там в определенных процентах. Вот. И, соответственно, если идут какие-либо нарушения этих условий, ветеран вполне может расторгнуть этот договор ренты также нотариально. Понятно. Ну, вот это все предварительная работа получается, да, вот принятие вот этих решений. А специалисты Росреестра могут чем-то помочь при принятии решений? Ну, вот ваша роль в чем заключается при оформлении таких решений? Ну, естественно, мы при приеме документов обязаны в какой-то степени рассказать ветеранам Великой Отечественной войны, какие возможны в той или иной степени последствия. Вы знаете, когда еще в то время я работала на приеме, практика достаточно была серьезная, и при приеме документов всегда у нас проверялся, задавались вопросы пожилым людям, действительно ли они хотят заключения тех или иных сделок, какие бы сделки это ни были. Дарение, купли-продажи, рента. То есть мы разговаривали с ветеранами и пожилыми гражданами, и действительно хотели проверить, что это их воля изъявления, потому что все-таки очень важно отношение человека к тому и его понимание, что он делает. Поэтому, в принципе, получить консультацию, возможно, вполне и в наших окнах приема. Почему спрашиваю? Потому что в последнее время, к сожалению, к огромному, часто слышишь информацию, что именно ветераны становятся жертвами мошенников, что их обманывают то тут, то там. Вот как предостеречь себя, может быть, даже не ветеранам, детям какие-то тоже подсказки дать? Как не стать жертвой мошенников именно в решении вопросов недвижимости ветеранов? Конечно, здесь нужно в первую очередь руководствоваться тем, какие последствия могут быть. То есть какие хотят заключиться договора, и обязательно читать то, что предлагают. Потому что могут сказать, да нет, вы мне дадите доверенность всего лишь там на оформление документов, а на самом деле там будет с правом продажи. То есть обязательно, прежде чем что-либо подписать, нужно прочитать и осмыслить. Либо попросить некоторое время, если там идут какие-либо сделки, и прийти к нам и получить необходимую консультацию. Я говорю ответственно, что даже если это неприемный день, в любой рабочий день ветераны Великой Отечественной войны могут прийти, и мы их примем, и окажем всю необходимую консультационную помощь. Понятно. Мы вот в основном говорим про недвижимость, про квартиры. А вот есть еще дачи, транспорт, да, вот в имуществе. Здесь есть какая-то своя специфика? Или все по одной формуле, форме оформляется? Ну, так как я представитель. Потому что как бы и завещание, и дарение, это вот все то же самое или нет? Входят вот в это же. В принципе, гражданские правоотношения подразумевают совершение каких-либо сделок. И эти сделки совершаются не только с недвижимым имуществом, а со всем имуществом, которое у нас может подлежать регистрации. В том числе, вот если это говорим мы про автомобили, это в Государственной инспекции безопасности дорожного движения, пожалуйста. Ну, то есть здесь все на усмотрение самих граждан, самих ветеранов Великой Честной войны. Ну, вот если нам дозвонятся ветераны, вы сможете помочь? Вот ваши специалисты выйдут на дом по оформлению как раз машины дачи, вот в этом тоже, а не только квартиры или нет? Ну, я хочу сказать, что я представитель управления Росреестра по Самарской области, которое непосредственно занимается регистрацией прав на недвижимое имущество. Понятно. Это квартиры, дачи, земельные участки. И, естественно, Росреестр окажет всю необходимую помощь, которая будет нужна ветеранам по оформлению этого недвижимого имущества. Ну, вы сказали в начале разговора, что сначала нужно оформить в собственность все это, а потом уже дарите и так далее. Скажите, как можно оформить жилье в порядке приватизации или дачной амнистии? Вот сегодня это просто сделать? И вот какой там механизм? Ну, конечно, если ветеран Великой Отечественной войны проживает в квартире на праве пользования, он подпадает под действие федерального закона о приватизации жилищного фонда в Российской Федерации. Приватизация на данный момент у нас продлена до 1 марта 2016 года. И весь необходимый перечень документов у нас есть в управлении. Я могу впоследствии подсказать и проконсультировать, что необходимо для подготовки договора передачи квартир собственных граждан. Передача квартир собственных граждан на Лаушле осуществляется департаментом управления имущества городского округа Самары. Они подготавливают необходимый пакет документов и вполне возможно зарегистрировать право собственности ветерана Великой Отечественной войны с учетом сокращенных сроков. Вот вы уже упомянули о программе «Федеральное жилье для ветеранов», да? И кажется, что вот нереально, что еще не все ветераны обеспечены жильем. А с другой стороны возникают проблемы и в том, что ветераны хотят детям предоставить вот жилье и тоже какая-то вот путаница идет. Вот Росрегистр как-то вот в это вникает? Ну, естественно, мы проверяем все непредставленные документы нам на государственную регистрацию прав. И если в рамках этой программы этому ветерану войны уже улучшались жилищные условия, естественно, а он потом подарил своим детям это недвижимое имущество или продал, то мы считаем, что цели данной программы были выполнены. И уже такие вот пресекаются тоже. Ну, конечно, это все проверяется, вся информация у нас есть. Ну, вообще, приватизация, говорили раньше, была рассчитана до 1 марта 2015 года, теперь ее еще продлили. Вот если проанализировать, люди вот в связи с тем с продлением пошли приватизировать жилье или, собственно, это такой процесс, который идет всегда практически одинаково? Небольшое увеличение по сравнению с первым кварталом прошлого года у нас есть. Это всего лишь больше на 70 заявлений по сравнению с 2014 годом в этом году. Но прогрессы все равно есть. То есть когда мы заметили такое, что в середине года обычно идет небольшой спад. А к концу года, особенно к окончанию приватизации, люди вспоминают, что да, они еще не оформили свои права собственности на жилые помещения. И, естественно, обращаются к нам как можно в ускоренные порядки и пытаются это все зарегистрировать. Да, а вообще, вот опять же, если продолжить анализировать ситуацию, мы в этом году живем в такой особой экономической обстановке, так скажем. Какие тенденции? Вот как все это повлияло на вот деятельность Росреестр? Что можно отметить вот по сделкам? Все, что касается сделок на недвижимое имущество. У нас, вот по сравнению с прошлым годом, можно отметить, у нас рост на 1% есть. То есть рынок недвижимости у нас живой, работает. Очень много идет регистрации договоров долевого участия в строительстве, то есть возводятся новые объекты, сделки осуществляются, в том числе и с кредитными средствами. Может быть, не в том объеме, в котором был, допустим, 3 года назад, в 2010 году, но рынок у нас живой. Процесс идет, да? Процесс идет, да. К нам поступают уже первые звонки от телезрителей. Александр сообщает, что его дедушка ветеран войны и спрашивает, нужно ли ему идти в Росреестр для регистрации права собственности. На что? Ну вот, наверное... А это зависит от чего-то, на что регистрировать? Конечно. Дело в том, что если право собственности вашего дедушки было зарегистрировано по ранее действующему порядку, то есть право собственности на квартиру было, или жилой дом было зарегистрировано в органах БТИ до 5 августа 1998 года, то регистрация первичного права в этом случае не обязательно. То есть эта регистрация считается законной, и право собственности у вашего дедушки есть. Если вы хотите оформить, вы можете сейчас записаться у нашего специалиста, и к вам приедут и примут у вас документы на регистрацию права. А вообще, вот как лучше организовать весь процесс регистрации права, потому что существует в Росреестре и живая очередь, и потом можно записаться как-то заранее. Вот как со всем этим разобраться? В каких случаях нужно идти в живую очередь? Если записываться заранее куда-то на оформление этой сделки, куда обращаться, где записываться? Потому что вот тоже очень много непонятного. Я хотела бы обратить внимание, что управление Росреестра передало свои полномочия по приему документам нашим многофункциональным центрам, а также Федеральному государственному учреждению, кадастровая палата. То есть все документы сейчас принимаются на территориях отделов приема-выдачи этих организаций. Естественно, принимаются они и в порядке живой очереди, и по предварительной записи. Как будет удобно каждому гражданину. Хотите вы записаться, пожалуйста, у вас есть такая возможность. На сайте Росреестра предоставлена возможность предварительной записи на прием документов. Предварительная запись на прием документов. Вам будет назначено время, точная дата, место вы можете выбрать сами, и вас в это время примут. Предварительная запись примерно на 2-3 дня вперед осуществляется. Да, вот это тоже нужно знать, потому что иногда, не знаю, то ли через несколько часов тебя пригласят, то ли через... Нет, там предварительная запись на 2-3 дня вперед, пожалуйста, записывайтесь. Это очень удобно, комфортно. Вы можете сдать все необходимые документы. Можете обратиться, если вам срочно нужно, в порядке живой очереди. Да. Но еще вот существуют такие вот замечательные центры МФЦ, так называемые, которые тоже помогают в оформлении всех прав. Вот я недавно столкнулась и осталась просто довольна, потому что действительно приезжаешь, отдаешь документы, и через какое-то время, если все хорошо, ты просто их забираешь. И не нужно ни записываться, ни заранее, ни сидеть в живой очереди. Впереди очень много майских праздников. Скажите, пожалуйста, как будет организована работа Росреестра вот именно в эти выходные и праздничные дни, потому что могут возникнуть разные ситуации, может быть, потребуется срочное оформление. Но я хочу обратить внимание, что у нас все выходные дни предусмотрены Трудовым кодексом, соответственно, выходными днями у нас и Росреестра не будет принимать документы, и МФЦ не будет принимать документы 1, 2, 3, 4 мая. 5 мая мы начинаем работать в обычном режиме. В дальнейшем 8 мая сокращенный рабочий день на час, 9, 10, 11 мая – это также выходные дни. Да. Продолжается процесс и по дачной амнистии, он тоже был продлен, по-моему, до 2018 года, да? Да, теперь, скажите, вот как с этим обстоит дело? Это тоже вот массовый процесс или, собственно, как вот была она приватизация, шла амнистия, вернее, так и? Ну, я хочу сказать, что с дачной амнистией у нас, конечно, все в соответствии с действующим законодательством происходит. Действительно, регистрация прав на объекты индивидуального жилищного строительства у нас продлена до 1 марта 2018 года, поэтому вполне люди, которые еще не зарегистрировали свои права на жилые дома, могут к нам обратиться и за регистрацией этих прав, при наличии регистрации права на земельный участок. А вот ветераны, как вписываются в дачную амнистию? У них есть какие-то преимущества, льготы или что? Вот как вот им передать, допустим, свои дачи, собственно, с детям и так далее? Пожалуйста, если право собственности на дачи, жилые дома, земельные участки, гаражи, земельные участки под гаражами было зарегистрировано за ветераном Великой Отечественной войны, то вполне вы можете прийти с документами, с договором купли-продажи или дарения этих объектов недвижимости, и вне очереди, по четвергам особенно, вас примут в управление Росреестра по Самарской области. И регистрация будет проведена в максимально короткие сроки по вашему заявлению. Вот мы уже проговорили про то, что бывают такие подводные камни при оформлении сделок с недвижимостью. Это же происходит и при дачной амнистии, потому что происходит какое-то упрощение. Вот вы можете тоже дать какие-то советы, предупредить, опять же, чтобы не стать жертвой мошенников, при проведении сделок с помощью дачной амнистии. Да, я поняла. Я хотела бы обратить внимание, что, к сожалению, на территории города Самары была регистрация осуществлена на некоторые объекты недвижимого имущества, которые нельзя назвать действительно индивидуальными жилыми домами. При регистрации право заявлялось именно на индивидуальный жилой дом. В последствии он мог быть разделен на квартиры. И в этом случае я бы хотела обратить внимание, что желательно у того, кто вам продает эти квартиры в таком доме, было разрешение на ввод этого объекта в эксплуатацию. То есть это подводные камни, которые могут встречаться. Но, естественно, перед тем, как совершать любую сделку с объектом недвижимого имущества, вы можете заказать выписку из Единого государственного реестра прав. Эти выписки можно заказать как с помощью электронной услуги. То есть на сайте Росреестра у нас работают электронные услуги по выдаче информации из ЕГРП. И в этой выписке будут указаны все ограничения обременения права на земельный участок, на жилой дом, на квартиру, на гараж и так далее. Что вас интересует? Понятно. Ну вот вы сказали, нужно убедиться в том, что есть разрешение на ввод в эксплуатацию. Ну вот такие делки по приобретению каких-то таких грандиозных имущественных таких вот объектов очень редко делаются в жизни, там один-два раза. Как он выглядит этот ввод? Вот это же может быть какая-то или фальшивка, или что-то, или подписано как-то. Могут ваши специалисты тоже проконсультировать. Конечно. А вот можно вот этот вот документ взять из какого-то агентства, там, конторы, привести вашим специалистам показатели, как все это? Разрешение на ввод объектов в эксплуатацию, оно выдается Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самары. Если вы сомневаетесь в действительности правильности оформления документов конкретного объекта, вы можете обратиться в Департамент строительства и архитектуры, чтобы проверить, действительно ли этот объект вводился в эксплуатацию. И на сайте, если не ошибаюсь, Департамент строительства, должна быть размещена соответствующая информация. Но я могу ошибаться здесь, поэтому лучше, конечно, уточнить. Да, потому что вот по последней информации в городе возобновилась опять точечная застройка, буквально вот дома растут между какими-то там улицами, и действительно страшно вот так купить жилье, вложить огромные деньги, а потом окажется, что это незаконно. Я хочу вам сказать, нет, у нас на территории городского округа Самара вся застройка осуществляется с разрешения на строительство этих объектов. И регистрация договоров долевого участия на вот эти вот большие многоквартирные дома осуществляется при наличии разрешения на строительство. То есть, если мы вам зарегистрировали договор долевого участия в строительстве, то значит все документы проверены, и там все правильно. Следующий вопрос от Ларисы Ивановны. Имеет ли право моя мама как ветеран войны на получение жилья? Если жилье не было ни разу предоставлено вашей маме как ветерану Великой Отечественной войны, она не участвовала в программе по улучшению жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, и при наличии соответствующих требований этой программы, то да, имеет право. Для этого необходимо обратиться в органы местного самоуправления. А требования какие, вот если чуть поподробнее? Ну, чуть поподробнее, там нужно смотреть уже конкретно, какие есть документы, где проживает ветеран, какие жилищные условия. Это проверяют соответствующие органы. Понятно. Следующий вопрос от Светланы Александровны. Мой отец участник войны, у него есть 25 соток земли в Красноярском районе. Он может в Росривестре подарить без межевания земельный участок братьям? Если земельный участок был поставлен на кадастровый учет как ранее учтенный объект недвижимого имущества, то вполне может быть совершена сделка дарения с этим земельным участком, но в долевую собственность. То есть он как был целый этот земельный участок, так и остается в тех же 25 сотках. Если хотите разделить этот земельный участок фактически, то необходимо проведение межевания земельного участка и разделение его на два земельных участка. Светлана Александровна возвращает нас к вопросу опять про отца участника войны. Ой, извините. Лариса Ивановна спрашивает к вопросу, имеет ли моя мама право как ветеран получить жилье. Где можно узнать об этом подробнее, в каком ведомстве? Вот куда ей идти за всеми-всеми подробностями? Данная программа реализуется на территории городского округа Самара. Необходимо обратиться с заявлением в канцелярию на Льва Толстого, 20. Это у нас администрация городского округа Самара. Ну вот если брать уже не только вот этот день проведения именно вот этой акции, где на дом могут выехать специалисты, вообще повторите, пожалуйста, еще раз, когда ветераны смогут обратиться в Росреестр, по каким дням и нужно ли предварительно об этом информировать специалистов? Или просто идти и все, ехать и все? Уважаемые ветераны, участники Великой Отечественной войны, приходите в управление Росреестра, по четвергам вы будете приняты любым специалистом, без очереди, любым начальником отдела, со всеми вопросами, которые вас интересуют. Также с этими вопросами к нам могут подойти и родственники, родные ветеранов Великой Отечественной войны при наличии соответствующего документа. И знаете, еще такой вопрос может быть не совсем традиционный. Я хотела бы у вас поинтересоваться, у вас есть в вашей семье такие военные истории? Потому что, как говорится, что каждой семье, которые жили в то время, коснулась вот эта беда, война. Что вы можете сказать про своих родственников? Я могу сказать, что у меня бабушка являлась участником Великой Отечественной войны. Она работала санитаркой в поезде и привозила военных с фронта в Омск, где распределяли их по больницам. У меня дедушка тоже ветеран Великой Отечественной войны. К сожалению, они умерли. Но та память, которая у меня есть в сердце о них, те рассказы, они всегда очень трогают душу. И каждый раз, когда я вспоминаю, у меня слезы наворачиваются на глазах. Потому что на самом деле спокойно о Великой Отечественной войне говорить нельзя. Это в то же самое время боль и победа нашей страны. Да. Ну что ж, наша программа подходит к концу. Спасибо большое за то, что рассказали про такие вот услуги, которые вы организуете для ветеранов. Я хочу сказать, что у нас какое-то время еще будет работать телефон. И если в любом случае телефон горячей линии, то, наверное, какое-то время еще можно принимать вот такие звонки. И специалисты смогут доехать. А вот как вы говорите, что в течение дня? То есть вот они сейчас уже вне рабочего времени могут, или это на следующие дни пойдет? Просто заявки собираются, да? Да, будет планирование созвоняться, назначат время, чтобы все, кто необходим, были дома и спокойно приняли документы. Да, главное, что сегодня нужно позвонить и заявить о своей проблеме, о том, чтобы специалисты выехали на дом к ветеранам. Ну что ж, я бы хотела сказать, знаете, выразить от имени Росреестра, от своего личного имени благодарность всем ветеранам, участникам Великой Отечественной войны за эту победу. Спасибо вам большое. Мне остается только присоединиться к вашим пожеланиям. И, конечно, вот к той роли, к огромной, которая принадлежит нашим ветеранам, осталось только пожелать, может быть, еще уважения. Вот как вот, чтобы присоединялись с такими же акциями другие ведомства, организации, чтобы тоже организовывали. Вот, казалось бы, простые вещи, но они такие приятные, главное, уважение. Спасибо и вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»